Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, новые участники вебинара, если таковые есть. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Народ подтягивается, но ждать мы не будем, потому что начинаем вебинары вовремя, ровно в 13 по Москве. Данный вебинар был перенесен со среды, так как я был в перелете, но сейчас все по плану. И так как много чего хотелось бы рассказать вам именно с точки зрения своей призмы взгляда, я этот вебинар провел на этой неделе и не стал дожидаться после следующей недели, так как следующую неделю ведет Владимир Маслов, так как у нас очень много информации, с которой действительно нужно ознакомиться. Отгремели события 17 августа 2019 года. Поставьте плюсики, кто был, поднимите руку, просто кто будет смотреть в записи этот вебинар, так как многие люди смотрят в записи. Это было великолепное событие и то, что раньше было в виде компьютерной графики, сейчас мы видим в виде реальности. Я не раз буду повторять вот эти два слайда, потому что это логика то, что было и то, что стало, то, чего может добиться компания и то, что продекларировано и реализовано на деле. Это не знаете, не как Никита Хрущев говорил, что хотели как лучше получилось, как всегда. У SkyWay всегда получается хорошо, потому что работа масштабируется, работа идет по плану и несмотря на упомянутый кадровый голод генеральным конструктором на своем докладе выступления на Экофесте, все равно компания движется и постепенно мы будем выбирать все лучших и лучших мировых специалистов. Кстати, кто считает себя специалистом в области программирования, в области системы автоматизированного управления и других вакансий, которые размещены на белорусском портале job.tut.by, милости просим и вход абсолютно всем открыт, нет никаких ограничений, главное, чтобы вы были талантливы в том деле, на которое вакансия размещена. И это была логика умного города. Я на сегодняшнем вебинаре обязательно остановлюсь вообще о концепции, насколько умные города должны преобразиться и насколько инфраструктура умных городов должна измениться, так как неизбежно грядет изменение климата и температура будет повышаться в Дубае. Я был перелетом в Дубае, я не хотел бы летом находиться в Дубае в 50 градусов и в 50 градусов у нас ведется строительство. Я мечтаю о тех временах, когда реликтовый гумус и, кстати, у нас сейчас на территории экотехнопарка самое такое серьезное скопление проб почв, которое подарило как раз сообщество инвесторов лично генеральным конструктору и биологам, исследователям, те, кто занимается данным направлением и подобное хранилище может спасти в будущем даже пустыню. Но так как сейчас реликтового гумуса в Объединенных Арабских Эмиратах нет, то наблюдается часто дымка. А я могу сказать, когда будет меняться плотность воздуха из-за жары, то есть когда будет в других городах и в Европе, например, градусов 38-40, в Арабских Эмиратах будет еще жарче. И самолеты могут испытывать проблемы при взлетах, при посадках, потому что от плотности воздуха зависят аэродинамические свойства. И наши линейные города как раз таки все эти проблемы нивелируют. Ну и более того, конечно же, нам не понадобятся самолеты, потому что вы видите замечательную гладкую поверхность трассы высокоскоростного юнибуса. Это флагман на сегодняшний день линейки транспортных продуктов Skyway. И поэтому, в том числе, для того, чтобы увидеть это сокровище инноваций, огромное количество людей 17 августа приехали и посетили экофест. И я могу сказать, что вообще власти удивляются, потому что когда задают такие вопросы, будет ли продаваться алкоголь, будет ли выступать какая-то рок-группа. И на все эти вопросы ответ нет. Задается следующий вопрос. А что тогда люди там будут делать? И на это нет ответа у людей, которые не в проекте Skyway и не погрузились в технологию. Хотя сейчас погружаться особо не нужно. Достаточно просто взглянуть. И те же самые представители РБК, когда все увидели воочию, я думаю, были крайне удивлены. И мы действительно то сообщество, которое можно со стороны посчитать сумасшедшими, потому что люди с разных точек земного шара, с разных стран объединились и приехали на данные события. Не для того, чтобы пить пиво или слушать какую-то музыку, а для того, чтобы увидеть те технологии, в которые они инвестируют, вживую, в движении и даже прокатиться на тех видах транспортных средств, которые уже сертифицированы. Я искренне надеюсь и хотел очень сильно на этом экофесте, надеялся, что прокачусь на юнилете. Я люблю так его называть, высокоскоростной юнибус. Но это был мул, и об этом мы немножечко чуть попозже также поговорим. Но это не какое-то животное. Это чисто технический термин подвижного состава для испытаний, для избавления от детских болезней. Потому что, когда ребенок растет, я думаю, что родители все в курсе, ребенок иногда болеет, у него режутся зубки, и организм развивается. Поэтому наш высокоскоростной юнибус абсолютно так же развивается, его шлифуют, исправляют различные технические недоработки. Но с системой досалт, компании досалт, 3D Experience, у нас этих недоработок вообще, можно сказать, что минимум. И да, на экофесте были представлены подвижные составы, которые уже в уходящей эпохе. То есть вы видите трактор, но это символ Республики Беларусь, потому что МТЗ тракторы замечательные. Но я думаю, что и в сельском хозяйстве в будущем Skyway также будет занимать очень серьезное общество. И такая вот атмосфера царила на экофесте. Я думаю, что эта фотография очень сильно отражает эмоции, настроение людей, которые посетили экофесты. Те, кто не посетили, обязательно сделайте это в следующем году. Я думаю, что максимум через неделю я в своем видеоблоге размещу репортаж об экофесте 2019. Также там будет упоминание об первых прототипах эко-дома и даже о Юнимобиле также будет сказано. Очень интересный выпуск будет. Кому интересно, подписывайтесь и следите за выпусками. Ну а за нами следят пристально и сейчас уже, можно сказать, с абсолютно добрыми намерениями приехали партнеры с РБК, плюс, чтобы дать бизнес новость. Мы не скрываем и говорим, что да, это рекламный продукт, но я могу сказать, что сейчас в некоторых вещах, в которых наследили недоброжелатели, иногда компании отказываются от сотрудничества со Skyway. Можете взять пирожок с полки, заплесневелый, господа тролли, потому что скоро этих пирожков не останется и не останется возможности вообще как-то мешать, когда уже на коммерческую основу выйдет технология Skyway. И Анатолий Эдуардович и Надежда Геннадьевна поведали свой взгляд. Вкратце буквально то, что представители РБК увидели. Посмотрите, как смеется, как улыбается и действительно заряжена позитивом журналистка. Это тоже не подделать, потому что улыбка просто автоматически начинает включаться, настроение повышается, когда ты заходишь в подвижной состав. Поставьте от 1 до 10, какое у вас вообще настроение, кто ездил, кто проехался на наших транспортных средствах. Люди смеялись, люди шутили. Передаем за проезд и можно ли расплатиться пирожками. На самом деле смех смехом, все будет автоматизировано. И, скорее всего, оплата будет происходить через токены на системе блокчейн, которую сейчас головная компания разрабатывает. И Надежда Геннадьевна сейчас имеет очень такую серьезную миссию. Несмотря на то, что Анатолий Эдуардович часто разрывается между Арабскими Эмиратами и Республикой Беларусь. И никогда на сегодняшний день из Республики Беларусь никуда Skyway не собирается уходить, потому что все испытания, все отработки технологий, все производственные мощности, которые, кстати, уже и достраиваются, как по плану, было все сделано. В конце августа были сданы производственные помещения новые. На Селицкого в свободной экономической зоне также достраиваются помещения. Это все уже для подготовки наших подвижных составов и выхода их в серийное производство. И Надежда Геннадьевна абсолютно права, то, что сказала, что мы придем в первую очередь на те территории, в те отрасли, где невозможно на сегодняшний день решить другими транспортными средствами текущие проблемы. И как приятно видеть, когда не просто даешь интервью, да, в очень экологичном прототипе эко-дома, это первые, так скажем, черновики, уже вторые черновики, ну, я могу сказать, это концепция шестизвездочного отеля, как я назвал в своем видеоблоге, первые здания эко-домов, когда внутри цветущий сад и когда джунгли подрастут, можно будет там гулять и играть в прятки, даже дети смогут, но когда проносится подвижной состав за спиной, это говорит о том, что технология уже взрослая. И четвертое выступление, фактически, уже Анатолия Эдуардовича, четвертый год подряд на эко-фестах, то есть до этого была концепция просто закладка нулевого километра, только начинали строиться станции, совмещенные с анкерными опорами, никто не верил в проект, и посмотрите, сколько людей собрались, чтобы услышать речь генерального конструктора. И многое было сказано, что я бы на вашем месте действительно цитировал. И рекомендую, пересказывать здесь не буду, просто обратиться к ресурсу RSV Systems и прочитать вот эту статью, потому что, конечно же, опять же, речь Анатолия Эдуардовича является тем маршрутом и той дорожной картой, по которой мы будем двигаться до конца этого года и также в начале следующего года. И Анатолий Эдуардович не раз сказал, что скоро нас ожидают очень хорошие времена, что скоро ожидаются инвестиции. Не называл конкретных дат и чисел, потому что сразу накинутся тролли, если что-то вдруг сдвинется. Вы помните, как накинулись тролли, что сдвинулся срок, вроде как, по их мнению, сдачи объекта в Шарже, но на самом деле, если бы сдвинулся срок без согласия правителя Шаржи, то мало бы не показалось. И генеральному конструктору, и всей компании, и нам как инвесторам. С этими людьми шутки плохи, потому что здесь нужно доказывать, что ты абсолютно профессиональный, честный, играющий открыто партнер. И что и делает Юницкий, неоднократно делал, несмотря на те козни, которые и при движении уже к первым адресным проектам, пытались строить, отсылали и всякие письма. Но, несмотря на это, еще больше закаливало и подзадаривало движение вперед, и создание новых моделей подвижных составов. И как закалялась сталь, так и закаляется характер, амбиции Юницкого. Собственно, только вперед и только выше, сильнее и быстрее развивается вместе с ним компания. Но не мы, как спикеры, уже предполагаем на вебинарах, что произойдет возможное получение авансовых платежей, что контракт на 1 миллиард долларов, десятки миллиардов долларов, и на выставке Экспо 2020 возможны контракты на 50 миллиардов долларов. И вы знаете склад ума Анатолия Эдуардовича и понимаете, что это сделано с огромным запасом. Очень приятно слушать такие слова из уст генерального конструктора, потому что, значит, уже недалеки те времена. Ну, а мы сейчас готовимся к серийному производству. И даже вот был задан такой вопрос, и я специально сделал такую картинку. Здесь наши конкуренты, Siemens, показывают технологии. И, ну, конкуренты и не конкуренты. Вы же помните, что конкурентов у нас нет. Они считают себя конкурентами. А мы создаем новую отрасль с нуля. И не очень пример удачное использование технологий из старой отрасли. Потому что троллевозы были созданы еще много-много лет назад. И, конечно же, троллевозы не будут показывать на Экспо 2020, которая пройдет в октябре 2020 года. Я в перелете при пересадке в Дубае специально выбрал такую пересадку, чтобы ознакомиться в самолете с материалами об Экспо. Очень большие ожидания. Это будет просто вау-зрелище. И будет огромное количество влиятельных людей со всего мира. Всемирный правительственный саммит покажется детской игрой, я думаю. по сравнению с тем событием, на котором мы будем участвовать. И причем самое интересное, что наши неконкуренты, некоторые не хотят, чтобы мы участвовали на данном событии. И говорят, что вот отодвиньте куда-нибудь вуколог, Skyway. Да, пускай участвуют, но сильно не светятся. И правительство Арабских Эмиратов говорят, что нет, Skyway будет участвовать и будет участвовать на самом видном месте. Ну и неспроста некоторые из вас видели на моей страничке в Facebook, опубликовал с Instagram американского университета Шаржи, что партнерами являемся среди многих компаний мы. И уже не генеральный конструктор делает презентацию технологии Skyway, а господин Хусейн. это как раз таки наш самый главный партнер по американскому университету Шаржи. Это дорогого стоит, это просто бесценно, на мой взгляд, когда уже партнеры делают коммерческую презентацию, маркетинговую презентацию и продвижение в условиях той реальности, в условиях того менталитета, как это нужно преподносить, потому что, конечно же, никто лучше не сделает специалистов на местах. И что я могу сказать, на самом деле, вот движущийся высокоскоростной юнибус, он сравнивается как с семейным минивэном, но тут Анатолий Эдуардович с огромным запасом берет и скромненько преподносит наш юнилет на мой взгляд, потому что 500-600 километров в час это уже среднемагистральная авиация. И скорее всего можно сравнить это со среднемагистральным личным приватным самолетом либо вертолетом, кто любит перемещаться по скорости тут сравнение не идет, но кто любит перемещаться по морю с яхтой. И пассажирский уже модуль 20-местный сейчас находится на стадии проектирования. Это также было сказано в новостях и вот тут я могу сказать это далеко не рейсовый автобус это как раз таки концепт суперджета личного самолета, когда 10-20 человек знаете как трех групп перемещались из одной страны в другую со своими турами и что там только в самолетах не происходило вот поверьте мне на слово и настанет такое время когда то же самое будет происходить в наших юнилетах и многие деловые люди и селебрити будут перемещаться уже внутри этих подвижных составов они будут первыми так как вначале скорее всего это будет дороже чем будет позже но потом это станет народным абсолютно привычным средством передвижения так как на наш взгляд постепенно Skyway вытеснит те отрасли которые не могут бороться с изменением климата и вообще кстати говоря представьте что температура 50 градусов вы перемещаетесь на автомобиле и асфальт просто плавится под шинами и шины могут испортиться это как минимум могут даже лопнуть если температура очень высокая либо просто будет невозможно передвижение на транспорте на земле что касается железнодорожного транспорта то будут изгибаться рельсы от действия температуры это не мои слова это слова ведущих футурологов я не отношу себя к футурологам да я немножко прогнозирую тренды и так далее но все-таки футуролог и практик это Анатолий Эдуардович Юницкий и я думаю что ему следует выступать на одной сцене и с Раймондом Курцвеллом техническим директором Google и с многими многими другими ведущими позиционирующимися футурологами сегодняшнего времени и такая сцена на самом деле самое ближайшее время уже через год два у нас появится и это будет действующая сцена ООН и это будет не какие-то сверх большие выплаты на аренду этого места для выступления это будет участие в конференциях и тогда мы будем говорить о том продукте в котором нет равных на сегодняшний день на самом деле вообще в мире никого это создание линейного города со скретча с черновика до реального уже реального города и на сегодняшний день нет такой компании которая объединяла бы в себе многие технологии потому что мне задают вопрос почему так много технологий зачем вы занимаетесь дронами а кстати вот эти три богатыря они показали такой мастер-класс на экофесте что на одной из военных выставок вызвало удивление у специалистов и они сказали каким образом вы этого добились мы не могли этого добиться десятилетиями то есть это роботы которые могут перемещаться роем абсолютно беспилотно и принимая сами решения то есть это знаете как пчелы летят роем и как-то быстро принимает решение наши транспортные летательные андроиды также умеют уже принимать решение только конечная точка назначенная человеком и это правильно так как роботов должен контролировать человек так же как и братья наши меньшие кто кого приручил и кто здесь главный конечно же человек но наши роботы абсолютно дружелюбны к человеку и сейчас я хотел бы перейти постепенно на самую свою любимую тему это роботизация это автоматизация это то как изменится мир с появлением роботов что даже мешки тяжелые мешки будут перевозить наши автоматизированные бивинды и это было продемонстрировано двухтонные мешки перевозились кто не понял это также отработка технологий и все что делается в компании Skyway это создается уже для реальных коммерческих адресных проектов и ничего просто так не создается потому что финансирование идет с колес кстати говоря и можете это даже записать это настолько открытость и честность генерального конструктора перед своими инвесторами что ни один этап почти не был закрыт по тем расчетам которые указаны в бизнес плане потому что мы работаем в условиях жесткого недофинансирования как утверждает Анатолий Эдуардович Юницкий да мы как фонды делаем что можем мы как Skyway Capital наш сторонний партнерский фонд также весьма неплохо работает и мы двигаемся по максимуму на пределе сил но сейчас будут создаваться продукты которые позволят привлекать еще большее количество инвестиций и вот здесь Bivind не просто так перемещает мешки он перемещает мешки так как это отработка технологии перед конкретным применением в адресных проектах все что демонстрируется перед нами мы прошли уже те года когда можем было сделать юнибайк и крутить педали и это также получит коммерческое применение я вообще мечтаю чтобы наши подвижные составы стали перемещаться под водой и представьте насколько мощный туристический потенциал будет когда какой-то туристический подвижной состав к примеру подводный вид юнилайта то есть простенький подвижной состав герметичный и перемещающийся внутри по струне и можно будет наблюдать кораллы можно будет приостановиться это просто может вытеснить различные туристические развлечения как лодки с прозрачным дном и снорклинг это конечно не заменит потому что это своя романтика кстати кто снорклер поставьте плюсики и я думаю что также это будет интересно тем людям которые плавают хотят посмотреть на рыбок даже такое применение когда нужно будет масштабироваться на туристическое направление получит свое назначение и я могу сказать что первые вот такие вот шаги вне масштабном каком-то применении индустриальном получил подвижной состав Unilight и это подвижной состав для рыбаков это можно сказать как жигули для перевозки картофеля и первый коммерческий заказчик уже есть это КФХ Юницкого и я думаю что в будущем мы все обоснования и все разъяснения почему именно этот коммерческий заказчик первый получим и начнем видеть развитие этого проекта но на самом деле это замечательно потому что таких рыбных хозяйств причем это лакшери сегмент их очень много по миру и это тоже применение и масштабирование бизнеса Skyway получение первых прибыли от туристического направления абсолютно возможно и многих интересовал вопрос а что будет в самых сложных ситуациях а что будет в аварийных ситуациях а что будет когда подвижной состав остановится среди пустыни среди вечной мерзлоты как с высоты спуститься человеку ну на самом деле тут вообще в сравнении никакое не идет примеру какое-то сравнение с авиацией потому что вы все прекрасно понимаете что произойдет если с самолетом что-то случится в нашем случае один подвижной состав встретит другого как старые добрые друзья помогут друг другу протянут руку помощи и отвезут до пункта назначения ремонта ближайшей станции чтобы устранить проблему и далее снова запустить нашего дружелюбного к человеку робота в транспортную сеть Transnet и это называется умная система буксировки все что про Skyway это как раз таки ум это как раз таки искусственный интеллект это максимальная оптимизация это максимальная экономия и максимальная эффективность технологии использования на любом типе рельефа поверхности и территории и тут вот я вообще поразился простоте изящности решения как спускаться очень просто примерно так же как мы спускаемся в случае отработки каких-то аварийных ситуаций не мы а стюардессы и так далее когда что-то случается с самолетом когда самолет приземляется на воду там используется специальная резиновая резиновый трап люди скатываются простое решение то есть нет никакой сложности и здесь также простейшее оборудование которое подсоединяется и человек за человеком спускается с любой высоты потому что конечно же длина троса будет подразумеваться в зависимости от высоты на которой перемещается тот или иной подвижной состав то есть это будет уже серийное производство зашито и не будет такой коллизии когда высота 50 метров а трос всего лишь 20 метров и человек будет болтаться это просто невозможно при отработке детских болезней компании Skyway и самое интересное это транспортные андроиды это искусственный интеллект я об этом еще говорил три года назад и буквально предполагал что наши подвижные составы будут обладать искусственным интеллектом и когда сам генеральный конструктор бегает босиком в рваных джинсах и это такой образ западного стартапера очень серьезная проработка и имиджа и бренда ведется и это видно и юницкий действует и играет с юникаром как с юнибусом как с собачкой как с ручной собачкой вы помните на правительственном саммите Антолий Эдуардович жал протягивал руку ему также протягивал лапу робот собака и сейчас собака является наш юнибус Антолий Эдуардович побежал юнибус поехал Антолий Эдуардович назад идет юнибус едет назад Антолий Эдуардович спрятался за опору юнибус все равно остановился он видит человека среди множества помех и это действительно поистине круто по другому я не могу никак сказать и я могу открыто сказать как человек разбирающийся немножко в этих вещах в этом направлении что здесь продемонстрирована также уникальность генерального конструктора скоординировать работу таким образом чтобы то что уже было создано ранее использовалось впервые в новой отрасли и несмотря на то что используются библиотеки существующие на языке программирования питон используются подобные библиотеки при пролете дрона например диджей мавик летает и он может следовать за своим владельцем либо тем человеком кого он снимает в данный момент облетать препятствия но покажите мне кто объезжал препятствия именно в виде подобного транспорта над землей на втором уровне мы в этом плане абсолютные первопроходцы и в который раз мы объединяем и применяем унифицируем ту технологию которая уже ранее была создана но получила новое новую жизнь и новое применение в иной отрасли которой пока что не существует и мы являемся первыми кто ее создает и это транспортный андроид это может сравнить с роботом это может сравнить с нашим смартфоном потому что я глубоко убежден что юнивинт это знаете такой вот прототип как раньше были моторолы абсолютно модульная конструкция была попытка но зачем мне в смартфоне отсоединять вещи сейчас даже убрали возможность вытаскивать аккумулятор потому что ну если будешь разбирать что-то там вытаскивать и наоборот вставлять можно его просто сломать и он сейчас стал максимально монолитным а юнивинт как раз таки подходит под эту концепцию сборно модульной конструкции когда можно отцепить можно подвесить грузовое направление если это бивинт может быть опять же грузовое направление может быть пассажирское направление и это думающий транспорт это транспорт который видит своих собратьев и это транспорт который как ребенок учится делать свои первые шаги когда он будет выезжать с серийного производства и юницкий говорил в своем выступлении это уж я могу сравнить с романами фантастов что есть концепты движущихся заводов это мне напоминает вообще уже звездные войны представьте завод фабрика имеет возможность перемещаться из одной точки земного шара в другую и более того оно не просто движется оно движется с пользой и эта фабрика движется создавая дороги это абсолютная эффективность даже такого футуристичного абсолютно концепта это знаете не огнеметы вам Илона Маска которые создавались для хайпа и для продажи для получения какой-то прибыли конкретно Илону Маску и посмотрите на самом деле на глазки нашего тропического юникара это уже действительно робот потому что он имеет глаза он имеет ощущения он имеет органы зрения органы осязания он может общаться со своими сверстниками и те кто постарше помладше так как это сообщество андроидов это сообщество роботов и на сегодняшний день невозможно решить ту проблему которая стоит на первом уровне когда беспилотники перемещаются все-таки немножко с неандертальцами то есть неандертальцы это обычные автомобили я уж не говорю о лошадиных повозках им приходится мириться с собратьями которые может быть так же выглядят но абсолютно не обладают теми функциями что и они и это мешает развитию беспилотного транспорта на земле и провоцирует аварии и впоследствии падения тех акций компаний которые занимаются например опять же компания Tesla то есть до исторических максимумов пока что Tesla не смогла снова на исторические максимумы выйти наши транспортные андроиды представляют огромнейшую рыночную ценность потому что все делается не для развлечения все делается для безопасности для эффективности и что касается безопасности у нас даже есть ответ на вопрос а что будет если выстрелить а что будет если вдруг недоброжелатели какие-то экстремисты или подобного рода злые ребята начнут стрелять в путевую структуру в станции мы сейчас проходим на самом деле испытания на баллистическую защиту и вот это я видел только в военной технике потому что наш транспорт создается для работы внутри сети это я могу сравнить как средство защиты для смартфонов от влаги от падения которые сейчас стали стандартом и в будущей транспортной индустрии даже баллистическая защита мы сейчас задаем эти новые стандарты потому что это наша новая отрасль станут неотъемлемым стандартом и ничто не помешает даже если крупнокалиберное оружие будет использовано против инфраструктуры Skyway подвижные составы продолжат двигаться никто не пострадает и не будет никаких несчастных случаев это будет даже испытываться сейчас непосредственно даже на тестовых производственных площадках где будут делать циклы нагружения для нашего высокоскоростного юнибуса потому что 500 км в час это вам уже не шутки представьте вылетит колесо либо его разорвет и на сотни метров могут отлететь осколки поэтому бронирование производственных помещений если говорить про новости шаржи тут радость за радостью мы уже на удалении это знаете вот такое вот ощущение у меня что это где-то далеко это наше но это где-то далеко когда строилось и понятно что это будет реализовано я тут не вижу никаких сомнений потому что финансирование идет да сейчас мы меньше привлекли чем должны были привлечь по текущему этапу но все делается все создается даже в условиях недофинансирования в рамках тех поставленных задач бизнес-плана которые юницкий обрисовал создаются уже проекты новых трасс то есть это вторая третья очередь для использования уже юниконтов и вот эта первая трасса она сделана для того чтобы испытать и полностью продемонстрировать показать как различные препятствия инфраструктурного городского характера наша сеть и наши подвижные составы могут преодолевать ну и конечно же там будут перемещаться умные роботы от которых шейхи я думаю будут крайне удивлены и максимальный эффект это супер восторженный и захотят сразу инвестировать в новые проекты я не буду говорить что что-то мне подсказывает вы сами прекрасно понимаете о чем я имею ввиду уже опалубки сняты и уже готовится натяжение сейчас идет ведется сварка может быть уже она закончилась потому что это где-то далеко я же не знаю не могу позвонить никому в шаржу мы получаем новости и я думаю что огромная благодарность в условиях этого секретного объекта головной компании то что мы получаем подобные фотографии многие стартапы поверьте мне на слово я наблюдаю за IPO они направление не так бурно и с желанием освещают для своих инвесторов вы видите что уже производится кровельные внутренние работы нашего первого в арабских эмиратах деревянного эко дома и вот уже 30 августа был установлен полный монтаж анкерных узлов а также полуседел рассчитанных на огромную нагрузку и осталось совершенно немного я думаю через 2 месяца по плану поедет уже правитель шаржи поедут ведущие шейхи и нас ожидает предварительный мировой фурор потому что тотальный мировой фурор на мой взгляд будет уже на экспо 2020 ну а сотрудники проектировщики не покладая рук проектируют уже вторую третью фазу строительства это уже новые объекты и это объекты энергообеспечения вопрос откуда будет браться энергия это поворотные кольца это разворот в том числе юниконтов и многое многое другое о чем также лестно очень отзываются о наших технологиях ведущие специалисты например в области кондиционирования нас посетил Рональд Вискил и был восхищен оказал консультацию и его выбор уже очевиден он уже понял что такое эко мир и что такое мир Skyway я думаю что каждый из тех кто соприкоснется с реальностью и действительностью Skyway захочет не разъединяться как человек с природой но объединяться и вот тут я почему-то не вижу слайда возможно он удалился либо нет он не удалился он есть вот вы видите как раз я рассказывал про транспортные наши андроиды и никто не сидел в подвижном составе кто-то писал в комментариях нужно было камеру поставить как поставили так и поставили но я выбираю светлое будущее в мире экогенной цивилизации в мире цивилизации которая живет в единении с природой а не той цивилизации которая вмешивается в природу человека и будет вставлять определенные микросхемы в наш мозг даже с условием того что я смогу прочитать например книгу закачать информацию но огромный момент есть этический момент а какой смысл жизни тогда у нас будет если мы все быстро можем впитать все быстро изучить если нам не нужно будет работать и вот в этом я поддерживаю самых мрачных футурологов начнутся очень серьезные депрессии начнутся волны суицидов и мир очень сильно разъединится и так на сегодняшний день разъединенные о чем говорит Клаус Швабс руководитель экономического всемирного экономического форума и произойдет расслоение еще больше общества и тех людей которые потеряют работу из-за роботов либо потеряют желание учиться их нужно будет чем-то занимать либо нужно будет от них не побоюсь этого слова избавляться что сильные мира сего возможно и имеют в виде стратегии но эта тема уже совершенно других дискуссий я думаю что те кто желает узнать подобных темах почитает соответствующие книжки и как замечательно что у нас есть титаны на сегодняшний день мировой экономики которые нам помогают и у которых наверху на самых верхних этажах бурж-халифи в штаб квартире на окне я думаю что не стирается до сих пор план развития Skyway потому что скорее всего это главный план наших партнеров как Бапи Дэш как и других партнеров и встретившись со Skyway они уже не будут жить по-другому потому что это совершенно другие экономические возможности это совершенно другие возможности изменить в кардинальном плане сегодняшний мир в котором мы живем вот такой друзья мой монолог вышел на сегодняшний день поставьте от 1 до 10 насколько эмоционально насколько я вам передал свой взгляд на мир Skyway я каждый раз стараюсь максимально готовиться к вебинарам и даже на сегодняшний день не осветил ни на минуточку мир блокчейн потому что у нас огромное количество новостей которые нужно проецировать на то что происходит на сегодняшний день в мире и пожалуй это одно из тех положительных положительных царств которые развиваются это мир Skyway царство Skyway и сообщество Skyway сообщество людей объединенных идей сохранения биосферы ну а теперь традиционно вопросы слушаю вас когда будет перевод на русский язык белой бумаги токенов Skyway Валентина я думаю что сейчас это в стадии но не волнуйтесь я знаю английский язык и на ближайших вебинарах я обязательно буду раскрывать очень вкусный продукт который нам с 9 раздела был преподнесен в белой бумаге еще вопросы коллеги когда примерно будет внутренняя биржа в логике того что многое будет развиваться через токены и Анатолий Эдуардович в своем выступлении также сказал что почему не запускается сейчас блокчейн направление потому что оно будет развиваться синергично с развитием адресных проектов поэтому внутренняя биржа скорее всего тоже будет токенизирована когда будет запущено блокчейн направление сначала мы выйдем на внешние биржи но потом настанет время внутренне это мой взгляд неужели Австралия сдулась по административным причинам вы знаете почему Арабские Эмираты конечно у Арабских Эмиратов есть свои амбиции ни для кого не секрет что и со скайтреном был подписан меморандум о сотрудничестве и я просто с нетерпением ожидаю то что я увижу на экспо 2020 я думаю это будет очень мощный выпуск моего видеоблога потому что там строят действительно будущее но будущее инфраструктуры и транспорта это как раз таки проект Skyway но а мы просто искали те государства которые не будут подвержены вот этим политическим изменениям и сменам кланов власти потому что все таки Арабский Эмират это королевская монархия там немножко другие законы которые нам абсолютно подходят когда и где экспо 2020 экспо 2020 в октябре 2020 года в Дубае строится вообще там целый город внутри города это будет просто супер объект и обязательно планируйте посещение как выставки ну и в первую очередь нашего стенда я думаю что это будет самый классный и самый большой стенд Skyway за всю историю развития проекта Друзья еще вопросы коллеги немножко вас предвосхищу готовится мощнейший инструмент от Skyway Capital в логике того маркетинга будущего который мы задали через тот лендинг которым вы надеюсь пользуетесь это уже будут VR технологии и вы в логике дополненной реальности можете использовать инструмент много интересного нас ожидает примерно в октябре в начале октября мы поедем с членами правления на закрытое заседание с генеральным конструктором и ведущими специалистами для обсуждения новых продуктов а чем же мы будем заниматься после 15 этапа и поверьте мне на слово тот кто сегодня строит логику взаимоотношений и сеть я не побоюсь этого слова в продукте и в мире Skyway не останется без занятия даже если роботы попытаются отнять вашу работу потому что наши дружелюбные юнибусы юнилеты всегда вам помогут как финансово в плане получения дивидендов так и в плане развития новых направлений и новых проектов у которых Анатолий Эдуардович очень много всем счастливо до скорых встреч я рад что вас зарядил эмоционально потому что нужно вдохновлять вдохновляйте ваших партнеров и мы уже весьма близки к цели как это объявил генеральный конструктор строй Skyway спасай планету и дай дорогу мир транснету мир нашим транспортным андроидам счастливо здравствуйте с вами Михаил Кириченко вы смотрите новости Skyway в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий из сегодняшнего выпуска вы узнаете о ходе работы в инновационном центре Skyway в городе Шарджа о строительстве объектов закрытого акционерного общества струнной технологии в республике Беларусь о создании подвижного состава и разумеется мы также вспомним главное событие лета Экофест 2019 а теперь обо всем этом подробнее в инновационном центре Skyway в городе Шарджа были полностью сняты опалубки плит покрытия на обеих анкерных опорах первой линии а также подмастей для того чтобы строители могли приступить к наиболее ответственной части работ монтажу предварительно напряженной гибкой рельсо струнной путевой структуры провисающего типа после этого начнется монтаж анкерных узлов которые напомню рассчитаны на горизонтальную нагрузку в 250 тонн от предварительного натяжения струн температуры и ветрового воздействия начались подготовительные работы для размотки высокопрочных канатов которым надлежит выполнить роль струн на гостевом доме ведутся кровельные работы а также установка окон и дверей разработана эксплуатационная документация для первого тестового участка гибкой путевой структуры и уже в процессе предварительной разработки находится методика монтажа для второго и третьего тестовых участков би- и монорельсовой путевой структуры соответственно тем не менее самые главные события прошлой недели происходили в республике беларусь на них сейчас и остановимся подробнее строительство нового производственного комплекса по улице селицкого завершено и в данный момент на объекте работает приемочная комиссия данный комплекс позволит в краткие сроки адаптировать производственные процессы под текущие нужды инжиниринговой компании разработчика струнного транспорта юницкого в экотехнопарке на первой анкерной опоре второй ферменной структуры была забетонирована плита покрытия поэтому через несколько дней когда будет снята опалубка строители приступят к самой ответственной части работ монтажу анкерных узлов которым будет крепиться путевая структура 17 августа состоялся четвертый экофест итоги которого уже озвучивались в наших новостных выпусках и еще будут освещаться и анализироваться а сегодня мы ответим на один из наиболее частых вопросов гостей праздника почему не на всех типах транспортных средств они смогли прокатиться в качестве консультанта выступит главный конструктор городского транспортного комплекса Виктор Гарах не катали пассажиров поскольку не был получен не был сферирован транспорт в части перевозки непосредственно пассажиров сами то есть пассажиры катались исключительно там где гарантированно надежно подтверждено государственными бумагами с печатями подписями так я понимаю да все правильно на испытаниях мы подтверждаем технических надежность безопасность а сертификация она является проверка функций безопасности обеспечения безопасности непосредственно перевозки непосредственно обеспечения услуги по перевозке экофест для нас не точка отсчет откуда мы идем и куда мы должны перейти у нас есть планы поэтому в некоторых ситуациях как бы проведение сертификации оно бы отодвинуло дальнейшие работы по внедрению по отработке системы узлов потому что отработка системы узлов нам необходимо для того чтобы потом на отработанных сертифицированных серийных узлах строить модуль транспорт для конкретного адресного проекта тем самым как я уже сказал сокращая время навод и эксплуатацию транспортной системы я надеюсь вместе со всеми нашими партнерами что на следующем экофесте мы обязательно покатаемся и на юнилайте и на юнивинде и может быть даже на бивинде безусловно уже можно сообщить что для участия в экофесте 2019 были проведены в оперативном режиме то есть всего за 3 дня и 3 ночи пусконаладочной работы самоходного шасси высокоскоростного юнибуса и достигнута регламентная скорость его движения необходимая для проведения мероприятия в рамках повышения скорости движения высокоскоростного транспортного средства продолжаются работы по адаптации гидропневматической подвески и настройки противосходной системы на прошедшей неделе с экспертной оценкой нашу компанию посетил Рональд Вискил генеральный директор компании Юникорн который является пионером в области проектирования подбора оборудования и обслуживания систем кондиционирования воздуха господин Вискил отметил грамотный подход к проектированию системы микроклимата и вентиляции тропического Юникара Ю4-431-01 дал экспертную консультацию по ее оптимизации выразил готовность наладить поставку гарантированно качественных компонентов и посодействовать налаживанию связей с надежными сервисными компаниями на территории Объединенных Арабских Эмиратов проведена отладка режима буксирования данного транспортного средства в аварийном режиме реализована технология общения машин друг с другом прямым каналом связи в результате чего транспорт стал более безопасным и отказоустойчивым Завершены пусконаладочные работы бортовых систем управления транспортного средства Бивинт в ходе которых реализован режим автоматического управления и сейчас машина уже интегрирована в сети управления Скайуэй Осуществлена оптимизация системы обмена данными между центральной диспетчерской и транспортным средством что увеличило скорость обмена на 20% Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологий Скайуэй за прошедшую неделю Следите за обновлениями официальных сайтов Скайуэй Подписывайтесь на наш канал YouTube Поддерживайте наш проект и даже заканчивающееся лето вас не будет расстраивать Строй Скайуэй Спасай планеты Строй Скайуэй Строй Скайуэй Спасай планеты